МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абонент Лахача Пошетенцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер компания Досым. Досым, получи микрокредит подружески. Сонымен ханымдармен мырзалар. Хадырменді Найза тывы ютуб арнасының көрермендері. Найза 45 турниры. КОМАЙНИВАНН! Жартылай жеңіл салмақтағы уақытша әлем чемпионы белбеуіне талас. Ендеше қош шауынгермен таныс болыңыздар. Аланның көк бұрышы, оның кәсібер рекорды. Жеті жеңіз, үш жеңіліз. Бойы 178 сантиметр. Салмағы 65-800 келі. Ақтөбе қаласы Қазақстан. Райыбек Оран Смай! Кересі кесекте оның қарсыласы. Аланның қызыл бұрышы, оның кәсібер рекорды. 12 жеңіз, 2 жеңіліз. Бойы 174 сантиметр. Салмағы 65-800 келі. Грозный қаласы Қазақстан, Сайфулла Жабрайла! Рефери Ақтлев Әскербайлы. Мені мұқияттыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені бейсіндер, ережені бейсіндер. Ол алысамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Все готово к началу со главного события. Найза, 45. Поединок за временный пояс чемпиона. В полулегкой весовой категории. В синем углу Раймбек Уэрмбай. В красном углу Сайфулла Джабраилов. Первый раунд из потенциальных пяти. В этом противостоянии. Все, внимание на экран. Первый раунд. Сразу же Снок начинает Сайфулла. Ну а Раймбек более так. Пытается на дистанции отработать, на джебе. Что-то похожее делал Нуржан Жолдубай против Сайфуллы. Старался именно на джебе начинать. С джебов. Пока что дает пространство своему оппоненту Раймбек Уэрмбай. Прихватил могу. Прихватил. Попадать даже так от Уэрмбая. Но есть тейкдаун. Переводит в партер. Неплохо себя чувствует, кстати, Раймбек на земле. Особенно в последнем падении мы увидели навыки его в партер. Навыки партера. Ну, довольно-таки большой опыт в грэпплинге. У него имеется багаж. Поэтому, наверное, это неудивительно. Сейчас попытка обойти гард от джебраилова. Джебраилова, да. Да, очень грамотно он это, кстати, делает. Использует так называемое скользящее колено, да, не слайс. Но пока не получать. Попытка сделать свип. Ну, вот руку сейчас ногами прихватил уже Джебраилов. Пытался ее заблокировать там же, но пока не получать. В гарде своего оппонента ищет возможностей Орумбай. Для болевого. Попытка Кимуры. Ну, в первом раунде, конечно, еще пока свежий. Не сильно вспотел. Можно поработать на болевой. Хорошая работа. Обпигами сейчас снизу атакует Раймбек. Попытался обойти. Будет ли? Нет. Нет, показалось. Да, чувствуется. Джебраилов, конечно, его такими вещами не проведешь. Такими простыми вещами не возьмешь, скажем. Но в какой-то момент показалось, что вот он треугольник сейчас. Будет и что? Попытка Кимуры нет. Еще один оптик. Попадает. Да. Встает на ноги. Орумбай Раймбек. Да, Джебраилову, кажется, в партере некомфортно. Еще раз. Зарубаются оба спортсмена. С разворота в корпус. Неожиданно. Да, Раймбека я, если честно, не узнаю. Зарубается сейчас Джебраилов. Лежит вперед. Есть такое ощущение, что Сейхола уже задышал, хотя раунд еще не подошел к концу. Раймбек, с этим мнением тоже создают впечатление, что проваливают. Провалился сейчас после удара Орумбай Раймбек. Лоу-кик. Атакует лоу-киком. Отвечает таким же Орумбай. Нету дистанции. Очень хорошо Орумбай держит дистанцию. Разрывает ее, да. О-о-о! С разворота! Вот это да! Комбинация Джебраилова. Так по боксерски с маятника зашел. Интересно. Напомню, что 5 раундов мы ожидали. Поэтому дистанция длинная. Здесь, конечно же, выносливость уходит уже на первый план. У Раймбека больше опыта в затяжных боях. Вот это бросок от Сайфулы. Под концовку. Очень важный такой бросок. Сейчас для Сайфулы, конечно, важно контролировать. Минуту до окончания. Подсказывают Раймбеку, чтобы он его тревожил постоянно в партере. Понимаем, на что имеется в виду. Напрягал постоянно, заставлял его работать. Да, да, да. Все верно. И не расслаблялся. Искал возможности для болевого. Тем самым заставлял работать Джебраилова. Ну, исходя из того, что подсказывает в углу Раймбая, есть ощущение, что сделали там ставку на функционалку. Почти обошел гард и попытка ручного треугольника. Будет ли сейчас за спину? Ну, там запахло ручным треугольником. Он, на самом деле, выходит за спину. Подсекает. Остался здесь на одной ноге стоять Раймбай. И первый раунд завершен. Ждем начала второго. Тумасшедший раунд. Сложно ценить первый раунд, на самом деле. Мне так вот. Наблюдая за тем, что происходило. Как-то выявить победителя первого раунда для меня, если честно, трудновато. Блин, один из самых таких интересных моментов, да? Раймбай даже не пытался вытащить ногу, освободиться, да? Он просто стоя на одной ноге боксировал. Раймбек уверенно, кстати, в своем партере. Абсолютно первый раунд он показал. Да и просто, по большому счету, партере по каждому цифулах не предоставляет. Ну, знаешь, чем дальше поединок, кажется, тем больше шансов у Раймбая будет. Ну, исходя из того, что мы видели в первом раунде. Если я правильно помню предысторию этого противостояния, Раймбеку Раймбайу предложили выйти буквально на замену, да? На замену, да. На коротком, скажем так, уведомлении. Ну, спорта ММА такой, что здесь не бывает идеальных, знаешь, вызовов на поединок. Всегда нужно быть в форме, в тонусе и в любой момент выскочить. Да, вот опять раскачивается. Джабраилов будет пытаться, конечно, разрывать дистанцию. Ну, а у Раймбай, в принципе, использует преимущество в антропометрии. Небольшое. Ну, все же. Он его имеет, да, и умело пользуется. Да, все-таки не такой быстрый уже Джабраилов. Как в первом раунде. Есть. Хорошо так заходит. Размен во втором раунде. Отлично. Обратив внимание, очень мало стал ноги подключать Джабраилов. Немножко сконцентрировался на боксе, скажем так. Ну, и как будто бы получаться начал у него. После первого раунда пока мы видим, что такие правильные корректировки он сделал. Удар в корпус. Комбинация от Джабраилова. Уже... Ошибка Раймбека. Да, почувствовал возможность, пошел за ней. Но вот оказался опять внизу. В положении халфгарда. Будет пытаться, конечно, восстанавливать и делать гард. Кимура. Кимура. Кимура гриб, по крайней мере, есть захват. Ну, есть. Неплохо так. Почти был свит, но сейчас отдает спину. Орнбай Раймбек. Забирает спину своего оппонента Джабраилов. Обратите внимание. Работают у сетки. 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 Есть. Еще несколько ударов от Джабраилова. Ну, довольно-таки жесткие, увесистые удары. Попытается, конечно, сейчас улучшить эту позицию. Взять бэкмаунт. Да, да. Кимура. Сетки. Сетки. Советуем ему сейчас встать, приподняться на одну ногу. Да, он пока все делает так, как говорят, у него в углу локти пошли в ход. Раймбека. Может удары локтями. Тейкдаун. Еще один. И попытка взять спину. Уже вторая попытка взять спину от Сайфулы. Встает на ноги, но возвращается на Джабраилов. Да, очень, довольно-таки, знаешь, энергозатратные вещи делает Джабраилов. Да, ему нужно сейчас вставать, заставлять делать опять этот тейкдаун. Будет ли повторять, повторение сейчас этого же тейкдауна? Да. Заставляет Джабраилова работать. Вкладывается в каждое действие буквально Сайфула. Есть такое ощущение, что он вышел именно за досрочной победой в этом поединке. Есть все-таки перевод. И сейчас попытается в оставшиеся 90 секунд закончить своего оппонента в партере. Здесь, конечно же, главное не пропустить удушающий либо болевой прием за последнюю минуту второго раунда. Чуть больше минуты до окончания раунда. Еще раз встает на ноги. Не перестает работать Сайфула. Ждем мы от него, конечно, попытки тейкдауна. Да, такой подсечкой сейчас перевел. Есть контроль, но вот, отлично. Блокирует голову. Попытка зайти на ручной треугольник. Хватит ли времени? Нет. Уже развернуться успел Орумбай. Заходит уже за спину Сайфула. Встает на ноги. Ждем тейкдаун. Интересные, конечно, удары локтем от Орумбая. Есть. Хороший тейкдаун. И вот здесь вот уже ручным треугольником за Папланее. Два секунды остается. Да, раунд однозначно за Джабраилова. Очень хороший раунд. Казалось, что после первого раунда я немножко устал. Но вот сейчас он выдает нам просто сумасшедший раунд. Сколько интересных было тейкдаунов нужно посчитать. И насколько это повлияло на его функционал. Это тоже важный момент. Судя по тому, как он ходит, дышит, видно, что нелегко ему сейчас. Это было заметно и после первого раунда. Но все же какие-то ресурсы он находит в себе. Все это делать. Вырывать оппонента, поднимать, бросать, контролировать. Второй, конечно, он раунд провел лучше, чем первый. Третий раунд. Экватор. Этого поединка. Обратите внимание, теперь уже Раенбек начал заниматься антреоктагона. Это отдавал сам пространство, и теперь уже, я думаю, что сомнения насчет усталости и выносливости Забраева оказались справдивыми. В третьем рауне уже не такой свежий. Здесь, конечно, начинается стихия, я думаю, Уорренбае, потому что мы видели уже тяжные поединки. Он умеет переломывать ход поединка, ход боя, скажем так. Пайпик от Уорренбека. Да, была у него установка, держать дистанцию, но насколько он с этой установкой справится. Потому что во втором раунде Забраилов очень легко разрывал дистанцию. У-у-у-у, отличная раундация в обходе. Отдельную дистанцию встретил. Разворот еще раз. Очень много стал застаиваться Джабраилов. Подгоняет себя, да? Сайфула. Дарт-корпус и есть Котор. Котор берем от Джабраилова. Ну знаешь, Джабраилов это мастер спорта по вольной борьбе международного класса. Очень легко он это сделал. Машинально просто. Как только увидел возможность, просто сумасшедший подход. Использовал вот эту инерцию оппонента. Положение гарда. И сейчас задача Раймбека, конечно, как в первом раунде говорили, нервировать. Нервировать Джабраилова, работать в гарде. Показывать активность. Отдает спину, пытается встать на ноги. Что и делает сейчас. Сайфула встает на ноги, пытается... Извиняюсь, Урумбай. Сайфула пока делает все правильно. Мне кажется, Сайфула и сам не против того, чтобы Урумбай вставал каждый раз. Не очень комфортно он себя чувствует в грепплинге. Делает минимальную работу в партере Джабраилова. Даже если мы... Нам сейчас кажется, что он уже не такой свежий, как в начале Пайдзинька. Все равно сил хватает для того, чтобы минимально удерживать своего оппонента в партере и проводить такие вот удары, атаки. Урумбай опять вот эти вот локти подключает Урумбай. У них, конечно... Прячет сразу же голову Джабраилов взрывается на выходе. Прямая комбинация от Сайфула. Да, столько ударов пропустил Урумбай, но удивляет его хладная кровность. Есть ли силы дальше навязывать борьбу у Джабраилова, у Пороша джеб? Да, возможно, стоит немножко включиться в Урумбай. В третьем раунде слишком много уважения проявил. Отлично, что за комбинация. Да, сумасшедшие просто навыки бокса показывают Джабраилов. Очень легко входит в дистанцию. Пропустил у нас не кулгара. Реймбек Урумбай. Да, отбивает сейчас. Смотри, Слёдра. Я вам напоминаю, что это всего лишь третий раунд на выходе. Да, Урумбай расслабился. Думал, как будто бы Джабраилов его откусил, но не тут-то было. Конечно же, Джабраилов очень... Фулл маунт. Вот это да. Есть еще время у Джабраилова. Что он пытается сделать? Попробует удушающее отсюда соорудить? Нет. Все-таки отказался от этой затеи. Есть возможность побить. Нанести максимальный урон. 30 секунд. И не удается ему все-таки законтролировать именно в этой позиции. Опять Урумбай пытается вставить на ноги. Насыпает эти удары. Зарабатывает, скажем так, нужные баллы. Ну, думаю, в третьем раунде тоже. Мы не должны сомневаться. Раунд забирает Джабраилов. Очень обманчиво он выглядит, на самом деле. Кажется, что как будто бы он уже задышал. Но... Устал уже. Он вытворяет такие вот вещи. В начале в конце раунда. Особенно вот эти вот комбинации, знаешь, боксерские на средней дистанции. Когда он со скачка просто заходит в эту дистанцию. Просто корпус-голова, корпус-голова взрывается. Какие-то сумасшедшие размены. Вот тот самый потфор. Не совсем понятно, зачем Райнбек полез бороться в целом. Да. На это можно смотреть долго. Впереди чемпионские раунды. Ждем четвертый и пятый раунд. Ждем разрешения рефери. Ну что? Теперь начнется самое интересное. И Райнбек понимает, что он проигрывает этот поединок. Комбинация от Урунбая. В долгу не остался Сайфула. Встретил. Слушай, ну на руках все-таки моментами лучше выглядит Джабраилов. Встретил. Еще одно попадание. Еще раз. Что произошло? По-моему, это НОС. Что произошло? По-моему, это НОС. Неужели это основка поединка? И Сайфула, Джабраилов. Так, здесь вот давайте дождемся, наверное, официального какого-то объявления, что же произошло. Потому что я сам лично в замешательстве. Да, и неплохо было бы, конечно, увидеть в повторе, да, момент удара. Да, но вот если это удар был в нос или что это был? Печок в глаз, да? Или что это было? Ну, на повторе еще не совсем понятно. Можно повтор с другого ракеруса? Пожалуйста. Потому что... Если отвечок в глаз, тогда... Да вот, давайте еще раз глянем. Нет, не тот повтор, кажется. Это первый размен. И вот здесь... Да, по всей видимости, отвечок был в глаз большим пальцем по правой руке. В одной из комбинаций. В одной из комбинаций. Да, точно. В повторе видно. Давайте еще раз глянем. Да, вот этот момент. Да, правой рукой, пальцем ткнул, возможно, небольшим, но каким-то из пальцев правой руки, когда завершал комбинацию. Еще раз давайте взглянем. Идет первый размен. И вот затем... Да, после, кажется, удара оставил руку и когда оттягивал назад, ткнул пальцем в глаз, в левый глаз. Насколько я правильно понял по движениям Ахтылео Аскербаула, продолжать от поединка, продолжать поединок Реймбек Урумбай уже не в состоянии. Это значит, что Сальфулат Джабраилов становится новым временным чемпионом полулегкой весовой категории. Сальфулат Джабрая. Сайфула Джабраила!